Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Что такое варикоз и как он лечится? На эти наборевшие вопросы нам сегодня ответит Анна Церегородцева, главная врач клиники лазерной косметологии «Лазерклиник». Здравствуйте, Анна Вячеславовна. Скажите, почему возникает варикоз, плохая наследственность? Здравствуйте. Частой причиной, конечно, плохая наследственность, но варикоза существуют и многие другие причины. Прежде всего, это системное заболевание, об этом многие забывают, когда приходят удалить именно или вылечить варикоз, то есть не понимая того, что этот процесс может продолжаться. То есть это заболевание, которое непрерывно, непрерывно прогрессирует. А кого поражает чаще всего это заболевание? Мужчины, женщины? В каком возрасте? Ну, честно говоря, если быть откровенным, то он поражает как мужчин, так и женщин. Возраст разный чаще всего, это, конечно же, лица 30-40, то есть работающее население. Но женщины обращаются быстрее, скорее и больше. Почему? Потому что в первую очередь их беспокоит косметический эффект. А варикоз всегда начинается с того, что меняется сами наша внешность, наши ножки. А когда следует обращаться к врачу? И по каким симптомам можно определить, что нужно уже идти у вас варикоз? Сказать у вас варикоз – это может только доктор. Но симптомы, конечно, которые приносят неудобства, дискомфорт пациенту. Для женщин – это в первую очередь косметический дискомфорт. Ну и такой момент, как отеки, не могут не беспокоить. Это уже повод задуматься и обратиться к специалисту. Для мужчин, конечно же, период обращения к специалисту наступает гораздо позже, чем для женщин. То есть когда уже они заметили, что что-то уже совсем не в порядке, и беспокоит боль, беспокоит отек, тогда только они обращаются. Любой дискомфорт в вашем организме, и косметический, и физический – повод обратиться к доктору. Какие существуют методы лечения? Сначала нужно определиться с стадией варикоза, действительно нужно ли оперативное лечение, или достаточно профилактировать, то есть не допустить дальнейшего прогрессирования этого заболевания, как я сказала в начале. То есть если это самые первые начальные проявления варикоза, здесь достаточно будет компрессионная терапия, то есть специальный трикотаж, который подбирает опять-таки специалист. Далее какие-то мелкие косметические дефекты можно удалить инъекционными методами. Методом лазерной черезкожной коагуляции, то есть со всем этим можем справиться. Но наступают такие моменты, когда необходимо оперативное лечение, и без этого этапа, что называется, никаких других продвижений быть не должно. Оперативное лечение до появления в нашей клинике нового оборудования, нового метода лечения варикоза, была операция, то есть под спинномозговой анестезией. Меня могут анестезиологи поправить, но это в любом случае это анестезия, это операционный стол, это госпитализация, это разрез, как минимум два, это больничный лист. И удаление вены. Удаление вены, совершенно правильно. А лазерное лечение что у нас собой представляет? Лазерное лечение представляет собой амбулаторное лечение вен. То есть я подчеркну, что во всем мире варикоз старается как можно больше, минимум это 75%, всех страдающих лечить амбулаторно. То есть не нуждается это заболевание в госпитализации. Что предлагаем мы? То есть под контролем УЗИ пунктируется пораженная вена, проводится световод. То есть это делает только высококлассный специалист. И эта вена не удаляется через разрез, она остается, но она, грубо говоря, заваривается. С помощью запаивается именно лазером, и она больше не несет той угрозы, которую несла до этого момента. Какие есть плюсы и минусы этого метода? Плюс прежде всего это его косметичность, его малая травматичность. Большой плюс, что человек не выпадает из социальной жизни. Темп нашей жизни сейчас настолько скор, что позволить себе даже на 3-4 дня выпасть, это недопустимо. Поэтому наш метод именно положителен в том плане, что никаких разрезов, только проколы. Пациент в этот же день идет домой спокойно. То есть единственное, но в течение часа он должен погулять. Не лежать ни в больнице, ни в палате, нигде. Это большой плюс. А есть ли какие-то противопоказания? Противопоказания, конечно же, определяет только специалист. Чаще всего это какие-то общие противопоказания, то есть которые определяются на консультации. Запущенный варикоз, честно говоря, хоть и в мире делают с помощью лазера, мы пока нет. Мы пока набираем опыт в этом плане. То есть есть моменты, которые, конечно, требуют госпитализации в диспансеры. Какие успехи и достижения у вашей клиники? В первую очередь вообще открытие флебологии, именно амбулаторной и лазерной в нашем городе, я считаю своим лично большим достижением. У нас работает великолепный специалист, кандидат медицинских наук, который прошел обучение в московских клиниках. То есть он сертифицированный специалист абсолютно. Он, более того, проходил стажировку в московских и в немецких клиниках. Смотрел этот метод, что называется, изнутри. И сейчас с успехом применяет его на Рязанской земле. Далеко не один десяток благодарных пациентов. Поток не иссякает, я думаю, что он будет только расти. Отделение флебологии, которое открылось в декабре месяце в нашей клинике, может помочь еще и тем пациентам, у которых уже удалена вена. Так как, я повторюсь еще, это непрерывно протекающий процесс. Даже если профилактировать, все равно, если есть предрасполагающие факторы. То есть варикозно измененные венки, они будут появляться. Так вот, есть ряд мини-инвазивных операций, процедур, которые позволяют устранить эту проблему. В частности, операция называется минифлебоктомия. То есть через микропроколы с помощью специального инструментария доктор удаляет пораженную вену без последствий в косметическом плане, я имею в виду. То есть никаких рубцов, ни швов. Дискомфорт буквально на несколько часов после операции. Затем все проходит. Пациенту необходимо носить компрессионное белье. В общем-то, он абсолютно здоров. Кроме того, существуют такие стадии варикоза и состояния женщины, когда, ну, ЭВЛК не показан. ЭВЛК – это эндоваскулярная лазерная коагуляция. То есть когда не нужно удалять большую подкожную вену, но беспокоит косметический эффект. Тут на помощь приходит склеротерапия. Старая, добрая, давно известна, в нашем городе существует уже давно, но мы стали применять современный метод лечения. Именно современный метод микросклеротерапии – это микропенная склеротерапия. То есть с помощью специального инструментария из препарата делается пена. Соответственно, большую площадь сосудистого поражения мы можем обработать, вылечить, заклеить. Меньшее количество препарата нужно, соответственно, меньшее количество токсического воздействия на организм. Любое лекарство, какое бы оно безобидное ни было, это лекарство. Такой метод чаще всего мы предлагаем юным девушкам, которых беспокоят какие-то возникшие расширенные венки, но им предстоит стать мамой, а все-таки какие-то более агрессивные методы для будущих мам, они не совсем приемлемы. И если это возможно, все это, конечно, откладывается на период после деторождения. К нам часто обращаются пациенты, будучи беременными, то есть с проблемами именно с тяжелыми ногами, так называемым заболеванием тяжелых ног. Здесь опять-таки проводится обязательно консультация нашего флеболога с дуплексным сканированием. Дуплексное сканирование – это вариант ультразвуковой диагностики, когда смотрят кровоток, сброс, то есть все патологические моменты именно в кровеносной системе. Либо назначают компрессионную терапию, терапию лекарственную в таком случае, в случае беременных, конечно же, не назначают. Можно проделать такую процедуру, как прессотерапия. Это один из немногих методов, имеющий класс доказательности своей эффективности А, то есть наивысший. Процедура очень легкая, легко переносимая, но приносящая просто огромное облегчение тем, кто страдает сильными отеками. Расскажите о профилактике варикоза. Прежде всего нужно обращаться к специалисту и обращаться вовремя. Давно мы знаем, что все должны посещать два раза в год стоматолога, мы должны посещать гинеколога, я про женщин говорю, терапевты и так далее. Более того, мы должны посещать флеболога в том числе, особенно если есть предрасположенность, особенно если есть жалобы, дабы не довести до каких-то тяжелых уже последствий. Профилактику уже определяет сам доктор. Есть лекарственная профилактика, специальные венотоники, есть определенный образ жизни, который должен соблюдаться пациентом для того, чтобы предотвратить данное заболевание. Компрессионный трикотаж, опять-таки, подбирать должен специалист, он должен быть соответствующего качества. В любом случае, всем должны заниматься профессионалы, заниматься самолечением. Даже вроде такой, ну, косметической проблеме, как варикоз, это недопустимо. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»